это случилось вчера я поднял квадрокоптер на снимал для вас красивейших кадров и в принципе ничего не предвещало беды как после 15 минут полета у меня просто отключается телефон не спрашивая меня не предупреждая о зарядке да то что там маленький заряд батареи просто выключается телефон я в бешенстве то есть я я пока что не паникую потому что у меня там пульт остался я же получается как через пульт присоединяю телефон и думаю ладно сейчас пультом чисто на приборах долечу ничего не случится все будет нормально ну чё вы думаете ребята пульт потерял связь с коптером каким-то хреном коптер находился внимание ребята четыреста десять метров над землей это почти пол километра в высоту и он потерял связь коптер с пультом я думаю да что же боже мой что же может такого случиться куда он полетит дальше когда у него закончится батарея у него было 17 заряда батареи то как бы очень мало вот и по идее он уже должен был так ну уж должен был снижаться я подбежал к приблизительному месту над которым парит коптер но ребята чтобы вынимали пол километра вверх это нереальная цифра его услышать невозможно увидеть также нереально тут я уже начал немножко побаиваться потому что по идее коптер должен был вернуться свое первоначальное место подъема то есть то место откуда я его поднимал домой точку home и но ребята как оказалось у меня не было активировано это . случилось это по разным моментам ребята короче вам огромный совет если у вас какая-то личная цель личная вещь точнее фотоаппарат или такая вещь как квадрокоптер ну реально но никому не давать я никого не виню ребята я меню лишь самого себя потому что в первую очередь виноват я вот не уставился что у меня была . домой потом летал зная что у меня был маленький залет бы заряд батареи на телефоне было еще холодно принципе очевидно что телефон мог просто вот так вот выключиться но я не знал этой подлянны реально не ожидал и чего вы думаете ребята я стоял 10-15 минут на месте где пропал где ну теоретически парил коптер надо надо огромной высотой и он не снижался либо он снизился но в какое-то другое пространство какое-то другое место я не знаю ребята что это могло быть за место но я позже отследил по своим всем геоданным да вот ну что трекер отслеживает все места полета вот по карте по gps я поднял все эти полную короче траекторию моего полета и выдвинулся уже на машине чисто туда где именно у меня пропал сигнал потому что как выяснилось и ясну там где я стоял ждал коптер пока он спустится это это немножко было другое место ну так вот все я поехал и вчера ребят полдня я искал коптер пока не стемнеет я не нашел его почему я уехал после полудня поисков потому что я бы остался я это ребята ничего не снимал как я искал коптер я это не сниму поэтому эти кадров вы не увидите вот в это чистая эксклюзивная информация для вас потому что сегодня должен был я поехать купить такой же коптер но был вот человеком который разбирается а именно это патрон потому что он тоже большой любитель полетать с квадрокоптера вот он на самом деле разбирается побольше чем я вот набил себе базу скажем так ну чувак что-то загасился и наверное я останусь короче без коптера буду просить патроны если чего чтоб он полетал там и так далее и так далее печально ребята очень печально на самом деле у меня сейчас такое потрясение а я же вам не рассказал господи как мы именно искали почему я улетел после полудня поисков потому что скорее все ребята он приземлился на воду да ребята там была речка и он упал практически но он не упал он медленно приземлился там был лес и ничего кроме как свободной площади да не было как именно как вода вот как речка потому что скорее всего начал приближаться вот примерно прикинем да вот у нас коптер вот мы летим 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 вот я его поднял на огромнейшую высоту просто вот прямо я сейчас вам покажу сколько что что такое полкилометра над землей это примерно вот так вот ребята вы прикиньте я там маленький человечек ну невозможно было слышать после того как я потерял сигнал он потихонечку начал снижаться на минимальных оборотах его также не было слышно потому что минимальные обороты их не слышит них не слышно и получается он приближался снижался снижался ровно по идее должен был снижаться ровно на той точке где я его потерял да только вот ровно вниз он должен идти но видите вот деревья да вот ему тяжело сесть у него парктроники у него там ну он умный очень все-таки вещь дорогая и он не смог найти не вот в бог во всему полюсу мог бродить практически до ваку вокруг да около пока не найдет какой-нибудь площадки и скорее всего ребята он нашел площадку рядом вот где рядом с лесом там было сразу же речка потому что везде были дебри кусты этот как он ежевельник или как он можжевельник от я не знаю колючий короче и он просто приземлился на воду ребят сегодня один человечек его ищет ходит по речке просто чтобы хотя бы его достать и скажем похоронить как домашнего питомца я не знаю вот ну и конечно же достать флешку с ценными кадрами но ребят я вам сейчас свое моральное как бы состояние хочу описать почему я не смог уснуть почему я вот себя чувствовал настолько подавлено как будто не дай бог туда вот какая-то такая большая потеря в семье как будто кто-то умер хотя ну принципе да вот ну минус 100000 и проблема решена ну там типа стоп ну для меня скажем так да стоит 100000 сейчас это подъемные деньги то есть ничего там такого но у меня ребята такое чувство что я потерял друга я потерял настоящего друга с которым работал который меня выручал все эти три года который приземлялся ко мне на ладошку который выручал меня который сделал мне контент который поставил меня на то состояние который ну в котором я сейчас нахожусь да если бы не он ребята то мы бы возможно даже не были с вами знакомы ну конечно бы да если бы не он то кто-нибудь был другой это понятно не обсуждать но ребята я очень ценю вещи он был и это именно он а никто другой понимаете что самое обидное прошлый вылет это было месяц назад ребята я вам показывал ну возвращаемся так этой теме он показывал в ролике что я его нашел он его сбили радары и вот это его потеря что он сейчас потерялся это моя вина что я не удосужился проверить точку возврата домой автоматического возврата он бы вернулся и и все было бы нормально но ребята она не была активирована и поэтому он упал куда-то в леса и скорее всего утонул в речке ребят а в речке там большое течение очень большой может быть когда-то я вам покажу где я его похерил но не знаю многим это может показаться все равно типа это же всего лишь вещь это не души влёное лицо то есть смысл уделять этому время но ребят для меня это что ни на есть души влёное лицо у него столько моральной энергетической энергетики что у меня совесть не позволяет сейчас поехать купить новый ну я конечно же его куплю так что ребята вот такая вот история конечно же то есть это все все равно это ребята мелочи но я был предан им спасибо большое что вы выслушали эту душераздирающую историю вот если я его найду ребята то я обязательно вам сам чёрный гордый станированной бордой катится по походке сразу видно борзу не дать тебя мне парень у меня свои вопросы но на V8 мы поверим из ябазарь выучи я даду дочь и за твой баклажан щас в зоне риска крутятся диски катится марин бандитский своим и и и и и и